всем привет ребята ну что набрал я частично людей киргию когда вы кидаете заявку пишите в telegram свой ник силу чтобы я мог вас добавить в канал и соответственно могли уже там общаться вот так вот 40 50 уже осталось 35 мест так отметились отлично поехали сегодня у нас будет интересный видосик скажем так возможны познавательные да много потому что многие не качают гиблию и не знаю сколько всего на это уходит я уже показывал я завел сюда основу специально там некоторые писали это же типа основа донатная ребят основа заведена для того чтобы сэкономить ковяшки участников так как у меня и хватает соответственно чтобы мы могли прокачать еврейские здания это не относится какому-то мега донату или прочему могут все заводить своих там других твинков так и делают в принципе в больших гиблиях и скидывают на прокачку так поехали в общем вот так вот выглядит сама гиблии я уже показывал мы немножко прокачали уже как гильдии соответственно мы сейчас дальше будем его качать и посмотрим сколько у нас на это уйдет ресурсов и что нам это даст так что дает хаб он дает дополнительного смотрите я делаю так минус 18 тысяч кредитов и что мы имеем на сейчас ой немножко не туда нажал 55 видите уже плюс 5 участников то есть если вы прокачиваете хаб соответственно вы увеличиваете количество людей которые могут у вас быть гильдия вы уже хотите считайте сколько там уходит какашек на эту прокачку ну как видите с каждым уровнем все больше и больше вот куда тратится скажем так все основные средства в первую очередь вот смотрите 480 на 11 836 вот максимальный уровень 12 соответственно моего уже сделали что мы имеем копились бы в принципе она бы недолго копилось заводилась бы тринки и соответственно могли бы так прокачать вот у меня открылись дополнительные места ну как видите на это все ушло немало ковяшек практически 1 7 миллиона вот так вот и 100 ради того чтобы сделать большее количество участников так дальше сокровищница здесь увеличиваются награды бюро магии здесь можно использовать магию его надо прокачивать видите вот стоимость следующего уровня так какая нам нужно для прохождения подземок вот защита от урона бодрость героя на поле боя получает на 4 процента меньше урона так вот это задействованы войска на 4 меньше урона до конца сражения тут являет на героя то есть это для гарнизона скажем так и вот это богатство вы можете дополнительно получать бонус с рейда в первую очередь конечно же надо вот это вот прокачивает но увидите для этого надо опять же качать здание я буду это в следующую очередь качивает почему именно это потому что всем без дана там надо проходить подземки без этого никуда вот четвертый уровень видите уже у нас не хватает кредитов никуда не денешься вот надо пятый уровень вот так вот для этого надо дофигища еще кашек копить так поехали дальше сокровищница в принципе у нас осталось только сокровищницу качать и это здание вот пожертвование соответственно вы сможете получать за запашки за прохождение определенных локаций и за выполнение определенных событий вы тоже получаете дополнительно бонусы ну тут написано что за что дается то есть как видите очень много всего в итоге вот это получается получают все в гильдии сундук с него выпадают соответственно плюшки а вот отсюда махи в общем вот так то есть ничего сложного это самое основное гильдии скажем так бонусация помимо того что есть другие локации я сейчас вам их покажу расскажу более подробно вот это вот как бы самое сердце скажем так то есть от хаба гильдии вы прокачиваете себе количество участников но на это надо как видите немало от бюро магии вы тоже надо еще у миллиона прокачиваете соответственно магию которую можете использовать в айдах и подземка сокровищница это бонусы дополнительная для всей гильдии в активный за день так вот события давайте конкретно уже придемся я показывал так вкратце босс надо будет его тоже запустить его можно открывать вот видите установить время вы устанавливаете время допустим обычно все устанавливают там 200 мск 21 то есть такое время там 20 30 в это время получается как раз там атака фарта бывает ну через раз конечно же вот этот стоит 1500 это вы получаете уже ордена это последний босс тут у нас получается один два три 4 4 босса как видите они все вот эти три идут а значки почета а вот этот уже идет на ордена гирля выбирая там кому что кто кто что хочет этот уже стоит 1500 с этого больше ордена получите вот дальше битва за факел уже показывал рассказывал то есть перед битвой гильдии начинается битва за факел и он надо держать равное количество чтобы потом у вас в итоге было 100 факелов это все в принципе мой не 100 там помоем меньше и уже я уже вообще забыл увидите у нас факел нету пока битва гильдий вот это самое интересное было по локации она проходит два раза в неделю как видите у меня уже есть битва гильдии сарделька будет ее проходить будет отдельный видос как я прохожу как я мучаюсь наверное будет из матами но от этого никуда не пойти и это самый основной контент для без доната как же пройти донатных игроков какие возможности какие шансы все конечно зависит от героев поэтому это очень интересная локация но к сожалению она уже не настолько актуально по битве гильдии 4 противника 4 гильдии противника зависимость того сколько вы за пять попыток получите очей настолько ваша гильдая поднимется вот в этом вот рейтинге то есть как видите у меня ту часть героя мясо комбинате приняты позже то есть тут гильдии это плюс-минус равной силы ну и вы уже проходите битва гильдии соответственно получаете за это очки и потом мужиком награда в виде блоков за 1 2 3 4 5 место максимум это 1800 на сегодня что можно получить награду есть активная и неуспешная то есть успешно и неуспешно защита сколько раз на вас напали ну там счет честно говоря фигня атака фрутов к сожалению мы на нее не попали у нас еще маловато силами скоро идем я вам не расскажу будь здоров пишите что-то расчехался надо выпить так дальше принципе все с такого я вам все рассказал показал вот такие вот локации гильдия не только для этого нужно есть другие командные пришествия монстров командные подземелья где вы тоже будете получать какие-то плюшки и конечно же с гильдии намного проще скоперироваться побежать чем брэйт брендами поэтому это та локация которую надо скажем так развивает вступать искать гильдию искать гильдию по своим часовым поясом желательно чтобы бегали вместе в одно время то есть в зависимости от того где вы находитесь где вы проживаете куча разных гильдии есть поэтому это не есть проблема поискать через поиск там и прочее все пишите комменты подписывайтесь как обычно лепите лайки и ждите уже видосик асбх первого будем пробовать шатать посмотрим сколько у нас получится набить все всем удачи всем пока по поводу вступления я уже говорил внимательно читайте и идет конкурс на огнекрылые он будет разыгран сегодня вечером поэтому у вас есть еще время и не пропустите это все всем пока